Ивановский панкратион заявил о себе на высшем уровне. В мировом первенстве по этому единоборству приняли участие более 500 спортсменов из десятков стран. Абсолютную победу в командном зачете одержала Россия. Шесть медалей в копилку сборной страны принесли ивановские спортсмены. Награду высшей пробы в Иваново привезла Аня. На вопрос, что было самым сложным, девушка отвечает – ожидание. Бои прошли гладко, но от финального поединка пришлось ждать почти 13 часов. И все это время бороться с волнением и настраивать себя на победу. Уже была готова с момента отъезда, то, что надо выиграть, настроить все хорошо. Главное было не перегореть. Золотая медалистка первенства мира останавливаться на достигнутом не собирается. Новая ее цель – стать мастером спорта. Ну, чувствую то, что ослабляться не нужно. Нужно также готовиться и выступать в следующих соревнованиях. Тренеры Ивановской Федерации Панкратиона тоже наделали шума в Бобруйске. В категории ветеранов спорта ивановцы завоевали одну золотую награду, две серебряные и одну бронзовую. Как признаются спортсмены, соперники им достались непростые. Состязаться пришлось не только с бойцами из других стран. Самыми сложными оказались поединки с товарищами по Федерации. Если даже сравнивать там со сборной, с чемпионатом России, да, финальные поединки давались, ох как. Там, ну, если финал у нас как раз выбралось там, финалы основные были – это Украина, Белоруссия и Россия, естественно, естественно. И, ну, зал встал, зал вставал. Уже финалы в зал вставал, потому что там, ну, и за Белоруссию кричали, за, ну, такое, как чуть-то не на матчах футбольных. В моей категории был Валерий Смирнов, который на этом чемпионате стал десятикратным чемпионом мира, который является президентом Ивановской областной федерации Панкратиона. То есть в первом бою попался с ним, ну, то есть пришлось встретиться. Ну, и, соответственно, скрывать нечего. То есть проиграл ему. Тренеры оказались еще в более сложном положении, чем их воспитанники. Приходилось не только к своим боям готовиться, но и о подопечных не забывать. Болели за них сильнее, чем за себя. И в итоге удача улыбнулась почти всем ивановским спортсменам. Таким урожаем наград может похвастаться не каждый регион. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.